Общее сведение. Кандидоз кишечника – грибковое поражение слизистой оболочки пищеварительного тракта. Является актуальной проблемой современности, так как диагностика и определение критериев данного заболевания представляют сложность для многих клиницистов. Связано это с повсеместной распространенностью грибов рода кандида, в том числе и в организме здоровых людей, носительства грибов. Рода кандида в кишечнике присущи 80% населения. Инвазивный кандидоз кишечника практически никогда не встречается у людей с нормально функционирующим иммунитетом почти всегда. Это оппортунистическая инфекция, связанная с иммунным дисбалансом организма. Кроме того, для многих специалистов бывает достаточно сложно дифференцировать транзиторный кандидоносительство и инвазивный кандидоз кишечника. Именно он составляет подавляющее большинство во всех клинических случаев кандидоза пищеварительной системы. Разграничить два этих состояния возможно только при наличии современного диагностического оборудования. Для установления правильного диагноза необходимо наличие трех диагностических критериев, выявление одного или нескольких факторов. Рискоэндоскопические признаки кандидоза кишечника положительный результат культурального исследования. Таким образом, тактика назначения антимикотиков при первом обнаружении фосевых грибов рода кандида без дальнейшего обследования является ошибочной. Кандидоз кишечника Причины кандидоза кишечника Специалисты в области гастроэнтерологии выделяют две патогенетические формы кандидоза кишечника – инвазивную и неинвазивную. В клинической практике чаще встречается неинвазивный кандидоз кишечника на фоне дисбактериоза и смешанной кишечной инфекции. Грибково-бактериальные, грибково-протозойные дыры Закрывающая круглая скобка-точка Висцеральная форма развивается на фоне выраженной нейтропинии и практически полное отсутствие нейтрофильных лейкоцитов и поздних стадий спида. Факторы риска Для формирования кандидоза кишечника необходимо наличие хотя бы одного из предрасполагающих факторов – физиологического. Снижение иммунитета Период новорожденности и пожилой возраст Сильный стресс Беременность Врожденного иммунодефицита Синдром Д. Джордж Низеловедеры Анкопатологии Особенно в период полихимиотерапии, аутоиммунных и аллергических заболеваний усугубляет угнетение иммунитета Лечение кортикостероидными гормонами Приема иммунодепрессантов после трансплантации органов в тяжелых эндокринных заболеваниях Соматической патологии, требующей интенсивной терапии Длительного лечения антибактериальными Препаратами резервного ряда Синдрома первичного иммунодефицита Выраженного дисбаланса питательных веществ в рационе Особенно недостатка белка и витаминов В клинической практике чаще встречается кандидоз кишечника, обусловленный сочетанием нескольких из перечисленных факторов Патогенез при неинвазивной форме грибы рода кандида начинает неконтролируемо размножаться в просвете кишки, не проникая в толщу ее слизистой При этом выделяются специфические грибковые токсины, образуются ядовитые продукты ферментации, оказывающие раздражащие действия на Слизистую оболочку кишечника Перечисленные токсические агенты провоцируют дальнейшее усугубление дисбиоза, формирование мекотической аллергии, вторичного иммунодефицита Патогенез инвазивного кандидоза кишечника иной При условии ослабления местного и общего иммунитета грибы рода кандида интимно прикрепляется к эпителию кишечника, они имеют тропность К плоскому многослойному эпителию, затем внедряются в его толщу, трансформируясь в нечитую форму При наличии выраженной супрессии клеточного иммунитета кандида проникает в кровоток и распространяется по организму, вызывая висцеральный Кандидоз поражения печени поджелудочной железы Симптомы кандидоза кишечника Кандидоз кишечника встречается в трех основных клинических формах – инвазивный, диффузный, инвазивный, фокальный и неинвазивный Критериями диагностики инвазивного диффузного кандидоза кишечника является тяжелое состояние пациента на фоне выраженной интоксии Повышение температуры тела, сильная боль в животе, диарея, примесь крови в стуле, системное проявление микоза, поражение печени Поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря и дыры, закрывающая круглая скобка Если эта форма кандидоза кишечника является случайной находкой во время обследования по поводу других заболеваний, в первую очередь Следует думать о дебюте спиды или сахарного диабета Инвазивный, диффузный кандидоз кишечника не характерен для людей с нормально функционирующей системой иммунитета Инвазивный фокальный кандидоз кишечника может осложнять течение язвенной болезни 12-перстной кишки, не специфического язвенного колита Заподозрить данную форму кандидоза можно у пациентов с упорным и затяжным течением фонового заболевания, не поддающегося стандартной терапии Для этого вариантами коза характерна локальная инвазия ничитой формы кандида в местах нарушенной эпителизации на дне язв кишечника При этом в окружающих тканях в других отделах кишки друза грибов не выявляются Клиническая картина соответствует основному заболеванию, а псевдомицелия обнаруживается случайно при гистологическом исследовании биоптата Неинвазивный кандидоз кишечника является наиболее распространенной формой данного заболевания Эта патология не ассоциируется с проникновением грибов в толщу кишечной стенки, а связана с массивным размножением кандида в просвете кишки При этом выделяется огромное количество токсичных метаболитов, которые оказывают как местное, так и общее резорктивное действие Сегодня установлено, что неинвазивный кандидоз составляет примерно треть всех случаев дисбиоза кишечника Клинически неинвазивный кандидоз кишечника протекает на фоне удовлетворительного состояния пациента, сопровождается умеренными явлениями Интоксикацией, дискомфортом в животе, метеоризмом, неустойчивым стулом Часто у таких больных обостряются различные аллергические заболевания Эту форму кандидоза зачастую путают с синдромом раздраженного кишечника Диагностика Диагностика кандидоза кишечника затрудняется отсутствием типичных клинических признаков, а также достаточно специфичных и чувствительных методов выявления грибов рода кандида в образцах ткани и калия В общем анализе крови при тяжелых формах заболевания определяется уменьшение количества лейкоцитов, лимфоцитов и ретроцитов Обязательно консультация врача-эндоскописта для выбора оптимального метода исследования кишечника Во время эндоскопии обычно обнаруживают неспецифические признаки поражения слизистой, поэтому решающие значения в постановке диагноза Имеет эндоскопическая биопсия, морфологическое исследование и биоптатор Трудности диагностики заключаются в том, что псевдомицелий грибов можно выявить не во всех пробах материала, поэтому достаточно часто Встречаются ложно-отрицательные результаты Визуально при диффузном инвазивном кандидозе кишечника определяются признаки язвенно-некротического поражения слизистой, а при неинвазивном – катаральное воспаление Диагностическим критерием инвазивного кандидоза кишечника служит наличие кандидозного псевдомицелия в биоптатах и отпечатках слизистой оболочки кишки Всем пациентам с грибковым поражением кишечника обязательно проводится анализ кала на дисбактериоз, бактериологическое исследование кала Чаще всего эти анализы выявляют смешанную флору не только грибы рода кандида, но и кишечную палочку клепсиеллы, стафилококидры Выявление более 1000 колоний и образующих единиц на грамм патологического материала свидетельствует в пользу кандидоза кишечника и исключает Носительство грибковой флоры Основной задачей культурального исследования является установление вида возбудителя определения чувствительности выделенной микрофлоры к антимикотикам Лечение кандидоза кишечника Консультация гастроэнтеролога при кандидозе кишечника позволяет выявить факторы риска данного заболевания, определить объем необходимых исследований Так как кандидоз кишечника не имеет специфических клинических признаков, заподозрить эту патологию бывает достаточно сложно При наличии лабораторных свидетельств кандидоза кишечника выбор тактики лечения зависит от клинического варианта наличия сопутствующей Патологии переносимости антимикотических препаратов Обязательными звеньями лечебного процесса при кандидозе кишечника является коррекция фонового заболевания, приведшего к снижению Иммунитета и активация грибковой флоры Назначение целевого противогрибкового средства Модуляция иммунитета Пациенты с диффузной инвазивной формой кандидоза кишечника госпитализируются в стационар Препаратами выбора для инвазивных микозов являются азольные антимикотики китоконозол, флуконозол и траконозолэпер Которые активно всасываются из кишечника и оказывают системное действие Начинают лечение обычно с введения амфотерицинов, затем переходят на терапию флуконозолом Для эрадикации грибковой флоры при неинвазивных формах кандидоза кишечника используют противогрибковые препараты нерезорптивного действия Они плохо всасываются слизистой оболочкой кишки и оказывают сильное местное действие Нерезорптивные полиеновые антимикотики имеют ряд преимуществ У них практически нет побочных действий, они не угнетают нормальную Микрофлора у кишечника не вызывает привыкания К полиеновым препаратам относят на томицин, не статин Так как фотогенозин и инвазивного кандидоза имеют значение состояние дисбиоза и смешанная флора Обязательно назначают противомикробные препараты и убиотики В качестве симптоматического лечения применяют пищеварительные ферменты, сорбенты, спазмолитики и анальгетики Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...